Всем здорова, и сегодня у вас на обзоре база умного дома от Xiaomi, от компании Mijia, если быть точными, и это Zigbee 3.0, достаточно известная платформа для умного дома, заказана была в Китае, то есть это китайская версия, здесь все в иероглифах. Что еще такого интересного, дата изготовления 10 месяц, то есть не так давно, месяц назад, Android 5.0 написано минимум для приложения, Zigbee 3.0, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2.4 поддерживают только, что еще здесь такого интересного, есть поддержка Apple Watch, HomeKit, iPad, iPad Air, iPhone, HomePod, все в принципе поддерживается. Mesh функция поддерживается, ну в принципе все, что нужно знать, и давайте посмотрим, как же это выглядит и как это устроено. Открываем данный аппарат, его мы пока отложим, и посмотрим, что еще идет в комплекте помимо данного аппарата. Идет блок, кстати, классная вещь, не зажлобились на данный блок, и от Xiaomi 1 Ампер, такой маленький, компактный, с китайской вилкой. USB кабель, тоже думаю Xiaomi, достаточно качественный, не видно сразу, что не самый дешевый. И все, такая минималистичная коробочка, инструкция исключительно на китайском языке. Здесь есть QR-код, который нужно будет отсканировать. Ну, здесь как его подключить к Wi-Fi, 2,6 метров от точки доступа. Ну, в принципе, ничего особенного, здесь все эти характеристики. Так, сам хаб, здесь виднеется логотип MIDI, он такой пустоватый, есть какой-то датчик, одна кнопка, здесь microUSB, ну, и такой белый классический матовый пластик от Xiaomi, выглядит достаточно стильно и красиво. Здесь мы видим логотип Mi, есть QR-код, видимо, какой-то уникальный есть ZigBee, Wi-Fi, Bluetooth и прорезиненная поверхность, если он так не ездит. Я думаю, в принципе, все, что нужно знать. Так, продолжаем, я установил приложение на другой телефон, здесь почему-то на испанском, но сейчас мы проверим, думаю, должно работать. Включаем наш хаб, нажимаем сканировать. И направляем. Надеюсь, в этот раз сработает. Так, или здесь можно подождать. Идет сканирование устройств. Сейчас все проверим. Так, какой-то звук. И ожидаем. Давайте еще раз попробуем отсканировать. Или так, может. Так, не срабатывает. Давайте подождем. Нашло устройство. Так, нужно пароль ввести от Wi-Fi. Сейчас я введу, секунду. Так, вводим пароль. Готово. И ждем. Идет подсоединение устройства. Занимает немножко времени, но надо подождать. И индикатор, кстати, начал мигать. Но вот с этого устройства все, кстати, быстро подключилось. Надеюсь, сейчас оно все подключится и уже будет работать как нужно. Но, видите, немножко занимает процесс времени. И на моем другом телефоне уже как-то было все очень туговато. Это, кстати, Xiaomi Mi 8, Mijia Hub и приложение Mi Home с Play Store. Я скачал самую обычную версию и выбрал регион Китай. Но там по умолчанию у меня выбрался другой регион. У меня была зубная щетка от Xiaomi. И, видимо, там был выбран регион не Китай. Но при этом все работало. Ждем подключения. Wi-Fi только 2.4G, кстати, поддерживает. Так что 5 Гц Wi-Fi по-любому не получится подсоединить. Мне здесь даже выдало уведомление, что если будет 5 Гц Wi-Fi, то не подсоедниться. Тоже имейте в виду, что если у вас только 5 Гц, то предсоздавайте точку. Так, Device Connected. И теперь здесь уже начало синенький мигать, кстати. И пошла загрузка. Пошла загрузка. Так, какой-то звуки какие-то пошли. Сейчас будем пробовать. Подождем, пока загрузится. Так, все процессы завершены. Сразу выдало мне обновить прошивку устройства. Ну, давайте обновим. Ну, давайте пока Cancel. Не хочу сейчас обновлять. Может занять долго. Так, что у нас здесь сразу есть? At Home. Agree. Policy. Хорошо, есть At Home вариант. Enabled. Please set at least one child. Детские девайсы. Есть уведомления. Сейчас посмотрим, что пишет. No locks. Есть сирена здесь, кстати. Alarm. Ну, что-то тоже туго грузит. Ну, в общем, этот вот Guard Disable. Надо подключать сюда разные блоки к этому хабу. И здесь еще есть множество опций. Также обновление прошивки нужно будет сделать. Здесь еще есть какие-то настройки. Есть громкость сирены. Давайте пока сделаем low. Как долго она продлится, эта сирена. Ну, здесь все можно настроить. Я пока все на low поставлю, на всякий случай буду тестировать. Через сколько она будет активироваться там после открытия дверей, например, и так далее. Sleepguard. Надо будет более детально эти все пункты изучить. Пока это выглядит так. Но, в принципе, да, вот к этому смарт хабу уже все можно будет подключать все ваши устройства по блютузу. В следующем видео я расскажу более детально, как работает датчик открытия дверей от компании Quora. То есть это тоже такой сабренд Xiaomi. И так же он функционирует с ZigBee, с этой платформой. Это так называемая платформа. Хаб светится, кстати, зеленым. Так, немножко уже, не зеленым, вернее, синим. Не знаю, будет вам видно. И, в принципе, это все, что я хотел рассказать в данном видео. И думаю, в следующем видео я уже более детально пройдусь по настройкам подключения данного хаба. Как все устроено, как работает сирена, датчик открытия дверей и все остальное. И на этом все. Всем спасибо за просмотр и до скорой встречи.